Посмотрите на этого ребенка. Мы одели сапожки резиновые, дождевичок. Дождевичок очень тонкий, поэтому под низ одели курточку. Естественно, мы вышли гулять невзирая ни на какую погоду. Нас никогда ничего не останавливает с Амираном. Амиран, а что ты делаешь? Амиран, ты метешь? А зачем? А зачем ты метешь? Грязь эту, говорит, мету. Смотри, чтобы брызги грязи не попадали на твою одежду, хорошо? Нет, ты что? Нет, 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 это уже очень... Амиран, все, домой уходим. Разве так можно? Это ужас какой-то. Хотите посмотреть? Нет, все, я обижусь. Я обижусь и убегу. Не надо так делать. Пожалуйста. Тихо, не спотыкайся. Опасность резиновых сапог в том, что они скользкие. У них нет маневренности. Очень аккуратно, чтобы через край сапоги не набрать воду. Это детская... Там дырок нету, естественно, в сапогах. Конечно, нет. Говорит, там нету дырок. Просто если ты сильно будешь шлепать, то через край зальется вода. Понимаешь? Так, вот аккуратненько. Ну-ка, мне тебя нужно. Не, я же не могу пойти, у меня кроссовки. У меня нет таких сапожек, как у тебя. Мокрая? Мокрая метла? Нет. Сейчас, наверное, некоторые мамы возьмутся за голову и скажут, как так можно в холодной луже? Вы разрешили ему походить? Ну, а на что тогда резиновые сапоги? Резиновые сапоги на тоже нужны, чтобы ходить по ним в лужах. Правильно? Я не понимаю вот этих вот мам, которые не выходят в дождливую погоду. Ничего не разрешают. А как же счастливое детство? Ай, вот оно счастье. Нет, нет. Так через край наберешь. Спокойно. Спокойно заходи. Спокойно. Сейчас через край наберешься в сапоги. Это игрушка там лежит. Вы, наверное, забросили с Егором. Смотрите, кто вышел. Кто вышел такой красивый? Монечка. Сегодня у меня в комментариях там возникла дискуссия с одной женщиной. Она спросила, как же можно там за кастрацию у нас. Возникл спор. Она сказала, что ни в коем случае. Я так поняла, что... Кстати, вот я ей ответила, что она написала, как же я могу кастрировать котов. А Моня найдены в мусорке вместе с Симой. В мусорном пакете их нашел Ромас 7 лет назад. Так что кто-то, вот кто против стерилизации, у него там такие тайные ходы во дворе. Кто-то, кто против стерилизации, по всей видимости, просто либо топят котов, либо выбрасывают этих котят в мусорный бак. Завязывают в пакете. Они, наверное, считают, что это гуманнее, чем кастрировать кота. Потом, когда дошла суть до дела, оказалось, что... Женщина, я спросила, а как же у вас сосуществуют на одной жилплощади кот и кошка, поведайте, пожалуйста. Она сказала, а как? А легко и просто. Кошек я стерилизовала. То есть стерилизация кошки, по мнению некоторых людей, это более гуманно, чем кастрация кота. Нет, я вам скажу, что кастрация это гораздо проще операция, чем стерилизация кошки, потому что у меня есть стерилизация и кастрация дома, и это все нам делали на дому, и я видела, как это все происходило. Кошке было гораздо сложнее. Поэтому здесь нужно расставлять приоритеты, честно говоря. Ну да ладно. Еще спросили, почему же Амиран... А что, Амиран до сих пор ходит на горшок? Я сначала не поняла вопроса, и подумала, что... А у меня спросили, а что, Амиран до сих пор не ходит на горшок? Потому что нет, памперсы мы не используем уже давным-давно. Еще с этого лета. А в последний раз мы использовали памперсы, наверное, на ночь. Весной. Весной. Где-то так, в общем. То мы так от них потихонечку избавлялись. А потом я перечитала этот вопрос, и оказывается, что речь-то шла не о том, что Амиран до сих пор не ходит на горшок, а о том, что... А что Амиран до сих пор ходит на горшок? А у меня вопрос, а куда он должен ходить? Что имеется в виду? Это в смысле, что... Во взрослый туалет? Во взрослый туалет? На унитаз он может. Но просто ему так удобно, ему нравится, что у него есть горшок. И я не вижу смысла избавляться сейчас. Ему три года. Избавляться от горшка. Почему-то сейчас такое бы тут мнение, что дети должны очень быстро повзрослеть. Они должны чуть ли не с пеленок начать учить иностранные языки. Потом с младшей школы ходить с младших классов на 10-19 развивающих кружков. Чем больше, тем лучше. У меня тогда к вам вопрос, а где же детство? Естественно, должны быть какие-то обучающие кружки, плаванье и что-нибудь. Ну, в общем, нужно, естественно, с чем-то определиться, куда ходить. Но у меня сейчас просто не та ситуация. У меня в городе, допустим, садики не работают. Работают только частные садики, государственные садики не работают. У нас отдельная история этого всего. У нас работает только все частное, ну а там цена соответствующая. Возможно, где-то что-то работает, просто я об этом не знаю. Я к весне что-нибудь узнаю, возможно, мы тоже будем куда-то ходить. Но я считаю, что не надо торопить взросление детей. Детство должно быть детством. Еще успеют. Ну и по поводу горшка точно же так. Еще прочитала такой вопрос по поводу готовки. Готовлю ли я салаты? Естественно, готовлю. Нора очень любит салаты и свежих овощей. Варю ли я супы и щи? Готовлю ли супы? Варю. Абсолютно разные. С мясом и без мяса. И борщи варю. Щи никогда в жизни не готовила. И не пробовала. Никогда в жизни. Не знаю. У нас как-то никто такое не готовит. Ну, это же, наверное, все зависит от региона, где кто проживает. У нас щи как-то не употребляют. Я не знаю никого, кто готовит щи. У нас в приоритетах борщ, вареники. Ну и такое разное. Жареная картошка, соленья разные. Каши, гречка, рис, плов мы готовим. Щи нет. Не знаю. Ни разу в жизни не пробовала. Я теоретически знаю. Это тут тушеная капуста. Или вареная капуста. Но зачем нам щи? Если мы делаем борщи, там тоже присутствует капуста. А, мы делаем тушеную капусту иногда. Очень давно не делала. Зимой тушеная капуста тушится. И, допустим, со свининой. Или со свиными ребрышками. И с томатным соусом. И с, ну, не с томатным соусом томатным, а с томатной пастой. Либо с томатным соком. Это все тушится. Со специями. Ну, вот так вот как-то. Ну, наверное, это все-таки не щи. Это, наверное, тушеная капуста. И то, я ее уже не ела года три. Как-то вот так вот. А борщ постоянно мы готовим. Дети такое творят? Аккуратно, аккуратно. Там же лужи. В общем, всем хорошего, доброго, тихого. Вечера. И сладких снов. Кто будет смотреть это видео перед сном, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Я буду вам благодарна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok